Всем привет! Вы смотрите программу кинопремьеры месяца. Чтобы вам проще было сориентироваться в расписании грядущих премьер, мы составили список из пяти самых ожидаемых лент, которые выйдут в декабре этого года. Это блокбастеры, которые не стоит пропускать, если вы следите за голливудским и российским кино. Так что не сидите дома, а берите друзей и отправляйтесь на очередную премьеру. Поехали! И первый фильм, о котором мы вам расскажем, фантастический боевик «Хроники хищных городов», который выходит в свет 6 декабря. Сюжет антиутопического фэнтези разворачивается в будущем через несколько тысяч лет и рассказывает о последствиях 60-минутной войны, которая привела к наступлению эры движения. Города вырвали себя из земли и встали на колеса. Теперь мир живет по законам муниципального дарвинизма. Главные герои романа Том и Эстер, оказавшись на открытой территории, переживают различные приключения, но каждый из них по своей причине стремится вернуться на борт Лондона. Том и Эстер, оказавшись на территории, переживают различные приключения, но каждый из них по своей причине стремится вернуться на борт Лондона. Что это? Это Лондон. Хроники хищных городов Второй фильм в нашем списке – российская драма «Заповедник». Картина выходит в прокат 6 декабря. В центре сюжета находится история виртуозного рок-музыканта, гитариста Кости. Когда-то его называли одним из лучших сессионных музыкантов в стране, хотя сам Костя мечтал совсем о другом. Он хотел исполнять песни собственного сочинения, но когда сумел добиться своей цели, то запил. В результате к 35 годам Костя стал просто поэтом-неудачником, а его жена с дочерью хочет уехать в Канаду, так как глава семьи из-за вечных проблем с алкоголем и на почве собственной нереализованности не может содержать семью. В попытке сбежать от накопившихся проблем герой случайно оказывается в заповеднике «Михайловская». Может быть, у мужчины и достаточно сил, чтобы все изменить, но он сильно сомневается в том, что есть то, ради чего это нужно делать и ради кого стараться. Ты охренел совсем? Да, и сюда! Хоть одна нота не иму. И ты ни в одном ресторане не найдешь себе работу, понял? Да что тут играть-то? Пушкин Борл! Здесь все живет и дышит Пушкиным. В жизни Пушкина так много всего не исследованного. Кстати, многое изменилось с прошлого года. В жизни Пушкина? Поздравляю от имени всех экскурсоводов заповедника. Значит, ознакомьтесь, пожалуйста, с методичкой. Аккуратней, пожалуйста. У нас всего их три штуки. Простите. Посмотрим на вас на экскурсии. Туристы, свиньи и невежды. Простите, а как звали сына и Пушкина? Александр и Григорий. А по отчеству? Экскурсоводы и методисты. Психи. Хорошо, что вход отдельный. Отдельный. Только заколочен. Жаль. Айн момент. Валерий Марков. Рад знакомству. Надеюсь, это куплено ценой моральной деградации. Дай бы генбард померить. Хочешь примерить вот это? Вам телеграмма пришла от жены. Какой фильм телеграмма? Среда. Когда телеграмма пришла? Субботу. Я пыталась вам отдать, но... Ты молодец, что духом не падает. Это была ваша жена? Море, море перспектив. Может быть, это авантюра. Или даже безумие. Что угодно. Мне угодно, чтобы все были доброжелательные, скромные и любезные. Хэштег Пушкин Ворлд. Ты кто пустил? И кто раздел? Я что, не в своем вкусе, что ли? Приезжаешь с конкретной целью. А здесь погода на четверку с минусу. И вообще нет мужиков. Многие девушки уезжают, так и не отдохнушь. Следующая картина, о которой мы вам расскажем, подойдет для просмотра «В кругу семьи». Приключенческий фэнтезийный фильм «Щелкунчики. Четыре королевства» выходит в прокат 8 декабря. Сюжет вдохновлен детской повестью Гоффмана и посвящен истории юной Клары, которая получает в подарок от своих родителей деревянную куклу-щелкунчика. Ночью, когда весь дом засыпает, Клара решает поиграть с новой игрушкой. Но как только часы пробивает полночь, девочка чудесным образом оказывается в фантастическом мире. И вовсю бушует война между пряничными солдатиками и мышиной армии. Нам столько всего пришлось пережить. Но на Рождество постараемся забыть боль. Боюсь, я разучилась радоваться. Вот бы мама вернулась. Твоя мама была самой талантливой изобретательницей. И она всегда точно знала, что стало ее величайшим творением. Ты. Что? Где? Твоя мама создала этот мир. Моя мама это придумала? Она была королевой. К вашим услугам, принцесса. Принцесса? Будущее королевств в твоих руках. Тут не всем можно доверять. Я давно тебя жду. Ха-ха-ха! Жесть. Матушка Имбирь хочет захватить власть. Ты поможешь мне все исправить? Пора спасать королевство. Она уничтожит все, что создала моя мама. Ты готова? Щелкунчик и четыре королевства. Российская новогодняя комедия «Елки последние» – четвертый фильм в нашем списке, который выходит в прокат 27 декабря. Сюжет заключительной части комедийной франшизы повествует о нескольких историях, действия которых разворачиваются перед самым Новым годом. Тюменский парень Андрей помогает своему мужественному дяде Юре сделать предложение его возлюбленной. Снегурочка пытается спасти одинокого ворчливого дедушку. Наивная воронежская девушка мечтает покорить сердце столичного актера Комаровского. Лыжник и сноубордист по-прежнему пытаются выяснить, кто из них круче, а Женя неожиданно сообщает своему другу Боре, что возвращается в Якутию. Лыжник и сноубордист по-прежнему пытается выяснить, кто из них круче, а Женя неожиданно сообщает своему мужественному деду. И по кругу зачем бег? И бежишь от меня ты Не дает до утра спать Снег растаявший он вода Ты одно лишь должна знать Я люблю тебя Свадьба восьмого Навсегда Ты не знал? Не дает до утра спать А я могу вас уже папой называть Снег растаявший он вода Ты одно лишь должна знать Я люблю тебя Навьюга Никогда не поздно все исправить И не надо бояться, понял? Почему голоса от звезд Я знаю, что надо делать Полумраки едва слышны Мутер слезы дождя Столько слезы Я тебя люблю Мне б смелости не хватало Признаться Не вижу полосы Не вижу Он забрал тебя навсегда, разучился смотреть вдаль, разучился считать достал, разучился любить Февраль, он забрал тебя навсегда. Счастье это когда ты что-то потерял, а потом вдруг нашел. Хилуля! Любить, как в последний раз, дружить, как в последний раз, смотреть, как в последний раз. И последний фильм в нашем обзоре, который вы можете посмотреть 13 декабря, анимационная кинолента «Человек-паук. Через вселенные». В центре сюжета уникальной и инновационной визуальном плане картины находится темнокожий подросток из Нью-Йорка, Майлз Моралес, который живет в мире безграничных возможностей вселенных Человека-паука, где костюм супергероя носит не только он. Меня зовут Майлз Моралес, единственный в своем роде Человек-паук. По крайней мере, так я думал. Да, и сними покрывало. А по-моему, круто. У паучка нет плаща. Так, ты готов? Эй, паучки! Так, а ты кто? Я Гвен Стейси. Из другого измерения. Сколько же тут людей-пауков? Привет, парни. Приветик! Все так запуталось, что дальше некуда. Нет, есть куда. Меня зовут свинь-паук. И как я один спасу весь мир? Ты про весь мир и не думай. Думай, как помочь одному человеку. Майлз, ты куда намылился? А пауки бывают невидимыми? Только не в моей вселенной. Классная примочка, можно навалять и смыться. Это что за... Человек-паук через вселенные. Эй, Питер, по-моему, это плащ. Вы смотрели программу «Кинопремьера месяца». И мы вас познакомили с теми фильмами, которые нельзя пропустить в декабре. Если ты любишь кино и жить без него не можешь, будь с нами. И мы всегда сориентируем тебя в кинопространстве. Даешь кино хорошее и разное. До новых встреч на Плеханов ТВ. Редактор субтитров А.Семкин